Всем привет! И сегодня хочу поговорить про нашумевшую Македонию. Работа в Македонии в сезон очень прибыльна. Когда в Македонии сезон? Прежде всего, сезон это летний период с мая по октябрь. Здесь огромный наплыв туристов, местных отдыхающих. И местные отдыхающие, несмотря на то, что страна по пониманиям довольно-таки бедная, местные отдыхающие, те самые граждане, которые любят царить деньгами, красоваться и рисоваться друг перед другом, поставить, кто больше поставит, кто больше растратит. Вот это вот все угощаю всех, все за мой счет. Это как раз-таки про македонцев. Именно поэтому работа здесь для хостелс является одной из самых прибыльных. В сезон, опять же повторюсь, с мая по октябрь и сезон зимнего периода в сезон новогодних праздников, это примерно декабрь и январь, девочки здесь зарабатывают минимум 100 евро в день. Это самый низкий порог того, что может заработать хостелс. От 100 евро до были доходы и 200 и 300 евро, но я не люблю обещать много и хочу, чтобы вы рассчитывали хотя бы на минимум. 100 евро вы можете делать здесь каждый день, особо не напрягаясь. Довольно лайтовый график, довольно лайтовая работа, при этом в удовольствие, потому что страна очень красивая. Есть что посмотреть, есть куда сходить. Довольно весело проходит и само рабочее время. Большой дружный коллектив девчонок, многонациональный коллектив. Это всегда очень интересно и очень здорово. Итак, сейчас основной момент, с которым сталкиваются девочки при оформлении в Македонию, это визовый вопрос. Так как в этом году не было продлено безвизовое соглашение между Россией и Македонией, немного усложнется процесс, но все равно все возможно. Но сначала хотелось бы рассказать немножко о самой работе, о клубах, которые здесь есть. Здесь есть два вида клубов. Клубы с танцами, клубы лэп-дэнс, где девчонки танцуют в зале. Здесь работают и профессиональные стрип-танцовщицы, и девчонки без опыта работы в стрипе, без опыта работы в танцах, в принципе, но готовые танцевать. Танцы здесь не на сцене, а танцы в зале. В зале около столов лэп-дэнс, танец для гостя, около его стола, около его стула. Девчонки работают в костюмах, гоу-гоу костюмы, стрип-костюмы. Они в зале не оголяются, не раздеваются. Здесь нет ни топ-лес, ни фулл-стрип в зале. То есть девочки одеты, но танцуют вот для гостей. Недавно ввели, добавили приватные комнаты. То есть теперь есть и возможность работать с приватами. Что здесь? Здесь мы работаем с 22.00 до 4.05 утра, 6.01, то есть один выходной в неделю стабильно девчонкам предоставляется. При трудоустройстве с танцами, с танцами лэп-дэнс либо стрип, есть компенсация билета. Компенсация билета до 100 евро, при стоимости билета дороже 200 евро. Если билет стоит дешевле, чем 200 евро, вам необходимо предоставить, во-первых, чек. И вам компенсируют 50% от стоимости билета по истечению отработки одного месяца. Что еще? Также есть второй тип клубов, где девчонки работают хостес. Это не совсем стандартный хостес, где пассивная консумация либо активная консумация. Здесь девочки работают также в зале. Здесь играет живая музыка. Приходят приглашенные артисты, танцовщицы, музыканты, певцы. Как правило, они исполняют национальную музыку ориентального плана. И после выступления артисты проходят и собирают чаевые. Основной заработок девушек здесь именно на чаевых. Девочки не садятся за стол гостям. Они проводят время с гостями в зале, развлекая их, поднимая атмосферу, настроение, создавая атмосферу праздника. И тем самым взаимодействуют, также их угощают. Но при этом садиться за столик запрещено. То есть тут надо учитывать свою подготовку и возможность ходить на каблуках всю ночь. Здесь есть несколько систем оплаты, где девчонки по-разному делят чаевые. Основной доход, повторюсь, на чаевых от артистов. Артисты здесь та самая золотая жила. Вот они выступают, они проходят, собирают чай. И по окончанию смены этот чай делится между стафом всего ресторана. Туда входит, соответственно, и коллектив девчонок, хостес. Различные системы оплаты. Если вам интересно, напишите в личку, я вам пришлю, потому что здесь три варианта. Не хочется загружать видео лишними цифрами. По визовым моментам. Вернемся к ним. Прежде всего, девочки из Украины. Сейчас руководством клуба была введена возможность добавить к девчонкам, как кладу, плюс 10 евро. Если девушка работает хостес в музыкальном клубе, она получает, соответственно, 40 евро вместо привычных 30 евро. И если она танцует лэп-дэнс в клубе в ночном, то получает ставку 50 евро вместо стандартных 40 евро. За что, конечно, огромная признательность и благодарность составу администрации клуба. Также, так как теперь для девушек из России и Республики Беларусь добавились некие сложности по оформлению визы. Если девушки тратят бюджет, свои деньги вкладывают в то, чтобы оформить эту визу, то руководство клуба готово платить 50 евро ставку, если девушка устраивается в клубы лэп-дэнс. То есть она готова танцевать либо стрип, либо лэп-дэнс, что тоже вместо 40 привычных евро она получает 50 евро. Очень здорово, когда считаешь в общей сумме и того за месяц. Итак, визовый вопрос для россиянок, белорусок и девушек из Казахстана. Россия. Россия и Беларусь. Теперь мы влетаем туда по приглашению. Не то самое приглашение, которое было оформлено раньше. Если раньше мы оформляли просто приглашение, и с этим приглашением мы просто покупали билет, и на границе его предъявляли, оно являлось основанием разрешения на въезд. Если вам сейчас предлагают такое приглашение, которое якобы открывается в течение 3-4 дней, имейте в виду, что это все ложь и провокация. Сейчас это не актуально. Сейчас вот на практике было пояснено, что теперь девчонкам либо держат на удержании, вообще не дают никакого ответа по этому приглашению, либо спустя месяц ожидания получают отказ, и после полученного отказа оформить еще раз приглашение будет в разы сложнее. Теперь оформляется приглашение, высылается его электронная копия, фотография, скан без разницы. С этим приглашением девушка из России либо из Беларуси в Москве идет, оформляет визу, национальную визу Македонии. На основании этого приглашения открывается виза, и с этой визой девушка уже летит в Македонию с правом пребывания 90 дней. Это вариант номер раз. Вариант номер два, не менее интересный, очень выигрышный. Открыть шенген-визу. Шенген-визу Италии или Испании. Сейчас есть возможность ее оформить довольно-таки бюджетно, примерно порядка за 10 тысяч рублей. Срок ее оформления составит от 5 до 10 рабочих дней. С личной подачей, обязательно с личной подачей консульства, список городов я могу написать в мобличку, если вам интересно. Открываем шенген-визу, и по этой шенген-визе мы влетаем. Как правило, визу сейчас вот эти страны открывают на полгода. Не слушайте никакие страшные истории. Открывают, действительно, это проверено, доказано уже на личном опыте. И по этой виде мы влетаем в Македонию с правом пребывания 90 дней. С пометочкой, что дни по шенгену у нас не вычитаются. То есть вы по этому шенгену находитесь 90 дней в Македонии, и после этого вы можете прямо из Македонии полететь в Италию, в Испанию, на Кипр, в Грецию, либо любую другую страну. Вариантов сейчас очень много, к счастью. И пребывать там, на территории Европы, на территории шенгенской зоны, еще 90 дней. То есть одна виза дает вам возможность закрыть потребность поработать и в Македонии в высокий сезон, и после, так как коридор будет полгода, вы можете поехать в Европу. Очень круто, очень здорово, довольно-таки беспроигрышный вариант, потому что визовые затраты тут минимальны. Есть возможность переоформить свою визу на рабочую. Рабочая виза с правом пребывания, официального разрешения работать на территории Македонии на год. Год, и вам дают каждые три месяца отпуск, на неделю, на две, там по договоренности, всегда все можно уговорить и согласовать. Вы можете ездить по Македонии, отдыхать на море, ездить в другие страны, выехать в соседнюю Албанию, где тоже очень красиво, очень здорово, либо слетать домой, что тоже важно. И целый год вы будете при деле, при работе и с официальной визой. При отработке года это оформление визы для вас будет совершенно бесплатно за счет клуба. Повторюсь, что сейчас здесь высокий сезон, поэтому я искренне рекомендую работу в Македонии, потому что есть возможность классно заработать, классно провести свое лето. И напоминаю, что сейчас из Македонии билеты гораздо дешевле по соседним странам, в Европу, в Турцию, на Кибор. Вы улетите гораздо дешевле, чем лететь из страны гражданства, если, конечно, это касается, в общем-то, всех стран СНГ. Вот, надеюсь, мое видео было полезным, я никого не заставила долго сидеть у экранов. Если вам интересно, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте, пересылайте девчонкам какие-то комментарии, какие-то вопросы. Я всегда на связи и готова ответить на все ваши вопросы. С удовольствием помогу в трудоустройстве и буду с вами на сайте. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Катри.